итак вот типичный велосипед типичного полного технического обслуживания скажем так merida старая качественно очень хороший велосипед очень легкий для девушки небольшой ростовки все замечательно село не обращайтесь что высоко так поднято на стан подвешиваем поэтому потом клиент отрегулирует по высоте потильный штырь значит что обязательно делается если велосипед ездит очень очень долго а это велосипеду 10 лет 10 лет он проездил без технического обслуживания соответственно что мы тут сделали полная переборка втулок частично поменяли конуса и подшипники во втулках втулки живые еще они очень много отходят потому что хорошая старая качественная merida хорошие старые качественные втулки дальше замена трансмиссии то есть поменяли соответственно заднюю звездочку клиент попросил шимана это немножко дороже чем китай но получше то же самое китай штаны шимана причем штуны идут теперь без защиты перестали защиту старых шатунов нашли сейчас очень дефицит запчастями нашли штаны но не было защиты поставили старую защиту поменяли цепь цепь хорошая качественная вот с такими вот выступами клёпаная но китайская то есть на этом немножечко сэкономили потому что качество отличное далее поменяли рубашки и тросики на задний переключатель потому что ему было плохо поменяли тормозные колодки чуть-чуть там поправили восьмерки то есть полная замена получается трансмиссии это цепь и звезды полная замена колодок частичная замена рубашек и тросиков потому что велосипед чистый не закисший переборка втулок замена конусов подшипников теперь на очереди клиент будет менять резину скорее всего через какое-то время вот настолько качественно делал велосипед 10 лет назад что видите переключатель мы не меняем рулевую мы не трогали человек не прыгал не бесился ничего не сломал вилочка к сожалению не подлежит обслуживанию но она пока еще работает и еще поработает то есть как минимум еще два три четыре пять лет этот велосипед на новых запчастях отъездит и вот это вот будет полное техническое обслуживание значит по деньгам около восьми получилось полное обслуживание замены запчастей из них запчастей получилось там больше чем на 6 потому что это шимана потому что сложно найти и так далее все остальное это работа то есть вы можете посчитать примерно соотношение стоимости запчастей со стоимости работы и сколько это стоит на данный момент соответственно если бы это были более дешевые запчасти китайские это было бы значительно дешевле если бы пришлось перебирать например рулевую это было бы подороже по моему каретку мы здесь тоже поменяли насколько я помню да и каретку еще поменяли тоже вошло все в стоимость то есть грубо говоря меняется вся нижняя часть велосипеда а если у вас допустим обода уже протерты если ободные тормоза здесь есть такой индикатор здесь он еще не стерт а на заднем ободе видите вот этой полосочки уже не видно она уже протирается то есть это значит что этому ободу через опять же два три пять лет нужна замена и вот если велосипед очень старый и он приезжает в таком состоянии то соответственно еще и колеса менять и грубо остается только рама а иногда и вилку мы меняем и седло то есть зависимости от того насколько большой износ различных запчастей будет разная стоимость ремонта или технического обслуживания велосипеда то есть можно уложиться нам в 1000 рублей а может быть вас то останется только рама а рама стоимость велосипеда это 10 процентов грубо говоря то есть колеса это вот самый дорогой вилка это дорого дата трансмиссии это дорого то есть каждая часть велосипеда стоит каких-то там какую-то долю свою вносит общую стоимость ремонта если вас остается только рама а колеса и вилку и трансмиссии мы меняем то соответственно стоимость ремонта будет больше чем стоимость буш на велосипеда так что вот следите за велосипедом чтобы он был чистенький аккуратненький и тогда он прослужит как эта меридо целых 10 лет без каких-либо вложений теперь вот сейчас все сделали еще ну конечно теперь он не 10 лет проедет тоже качество запчастей упала но все равно лет пять наверное я думаю до замены под девушку он прокатается вообще без проблем